Приветствую вас, аноним. Давайте разберем ваш вопрос. Судя по тому, что вы говорите, я рискну предположить, что у вас имел место быть конфликт, ну некоторый конфликт с мужчиной. Ага, почему-то из-за чего-то вы с ним поругались, и теперь вы хотите помириться с ним, ищете такой возможности, но ждете, что эта возможность вам представится, если вы с ним случайно встретились. И вот здесь вы у вас спросите, из-за чего произошел конфликт, какое участие принимали, например, вы в этом конфликте? То есть, как вы участвовали в нем? А считаете ли вы, например, что неправы в конфликтах? Или считаете, что неправы мужчины? А почему это важно? Потому что, если вы будете невнимательны к себе, и если вы будете невнимательны к своей позиции в контексте конфликта, то он повторится и вы опять будете так вот сюда. Вот. Второй момент. Если вы, например, хотите помириться, то почему человеку према об этом не сказать? Что хотите вы помириться с ним? Но это ведь абсолютно нормально, что вы хотите помириться, но важно, повторюсь, именно помирившись, какие-то выводы делать. Важно помирившись, условно говоря, какие-то конструктивные вещи продвигать. А не просто вот так, что вот мы сейчас с тобой помиримся, да, и все, и забудем то, что было раньше. Вот. Нет. Эта позиция абсолютно никуда вас не приведет. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, действовать нужно вот более активно. Вы же почему-то ждете, что вот сойдутся звезды и так далее. То есть, как будто бы вы хотите, чтобы все само собой разрешилось. Ну, понимаете, редко когда решается все само собой, а если и решается, то возможно не так, как вам бы этого хотелось. Потому что здесь вы на самом деле. Я согласен с коллегой Кудрышевым Игорем. На самом деле здесь вы действительно не хотите, на мой взгляд, брать ответственность. На себя за то, что произошло. Вот. Может быть, конечно, конфликт серьезный, но я полагаю, что поскольку вы хотите помириться, то вероятно, вы мужчину уже простили. Вот. Ну, тут важно, вот, что таки разбираться именно с тем, что составляет природу конфликта, вот, что составляет суть конфликта. Потому что, если, повторюсь, этого не сделать, повторение ситуации вам обеспечит, к сожалению. Вот это то, что я хотел вам, в принципе, сказать с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии. Еще один важный момент, как мне кажется, заключается в том, что для вас, значит, эта встреча, ведь то, что вы ее ждете и ждете, так сильно, скорее всего, свидетельствует о том, что для вас это имеет большую значение. Вот. Ну, собственно, вопрос здесь, что это за значение? То есть, ну вот, какое значение для вас имеет эта встреча? Что она для вас значит? Не в том смысле, что она не должна для вас ничего значить, а скорее в том смысле, что не слишком ли много для себя вы в этом вкладываете? Не слишком ли вы растворяетесь, может быть, в этой ситуации и в мужчине по совместительству? То есть, не слишком ли вы, например, не слишком ли много его в вашей жизни? Вот. Особенно при условии, что вы позорились. Я бы сказал так. И действительно, как мне видится, печальная история заключается в том, что вы как будто бы не принадлежите себе в этой ситуации. Как будто бы вы все целом, все полное в зависимости от этого человека. И возможно, он даже знает об этом, знает, что вы от него зависите. Он знает и готов этим, что называется, пользоваться. Вот. Не потому что он такой плохой он. Да. А потому что вы сами ему это позволяете. Вот. Иными словами, для того, чтобы встреча, возможность, перспектива, предстали восстановить, нужно, чтобы вы с одной стороны увидели важность этого для себя. И взяли бы ответственность на себя. А с другой стороны, чтобы вы обратили внимание на свою жизнь и желательно постарались найти в ней свою жизнь. То, что вам интересно, то, что вам нравится, то, что вам ценно, помнимо этого. Вот. Ведь то, что происходит, в том числе происходит по той простой причине, что для вас мало чего значимого и важного в жизни вообще есть, к сожалению. Ну вот, если мы говорим, опять же, про данного мужчину, в контексте данного мужчины. Может быть, вполне, хоть я и не уверен, ситуация такова, что для вас оказалась довольно травматичной история с конфликтом. между вами и вашим мужчиной. И эта история, она в какой-то степени вас травмировала. А травму вы не просили. По факту. И в результате. В результате этого вам сейчас кажется, что если вы помиритесь, то вы, собственно, завершите эту историю. Про то, что вы, вот, ну, вы считаете, что можете предугадать поведение человека. Ну, то есть, вот, вы, как бы, говорите, что если я буду приветливый, то он, там, будет диалог, да, и все будет хорошо. Ну вот, ну, а если нет, момент какой. А если нет, что тогда будет? Понимаете, какая история. Поэтому, вот, здесь, я бы сказал, нужно достаточно на стороне подходить к вопросу и, по возможности, вот, стараться как-то, вот, ну, отграничивать себя, да, вот, другого человека. От мужчинам. Вот. Ну, и, вот, страх у вас перед собственной активностью, он явно ощущается, явно чувствуется. Я бы на это тоже обратил внимание ваше. Такие дела. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.